Уважаемые коллеги, уважаемые организаторы конференции, я, во-первых, хочу поблагодарить, не то включили, за приглашение и честь выступить на конференции, посвященной памяти моего учителя Михайловича Гершановича. Тема моего доклада – основные принципы доказательной медицины. Надо сказать, что разработка принципов восстановления доказательной медицины неразрывно связана с историей развития клинических исследований. Здесь указаны основные вехи, на которых я не буду останавливаться в силу недостатка времени, но попробую остановиться только на них с акцентом на, что делалось в это время в Санкт-Петербургской школе доказательной медицины. Прежде всего, история клинических исследований начинается, конечно, с самого простого – с наблюдения, эксперимента, сравнения. И первое систематизированное клиническое исследование было сделано в XVIII веке. Дальше мы должны поблагодарить наших коллег из Америки, это Фишера, в 20-е годы. Он впервые сформулировал принципы построения клинических исследований, ввел новое понятие дизайн, который мы сейчас используем при анализе многоцентровых рандомизированных клинических исследований третьей фазы. И, наконец, следующим этапом развития клинических исследований – это была первая публикация, это 1948 год, о результатах контролируемого многоцентрового клинического исследования, которое называлось «Лечение с трептомицином легочного туберкулеза». И с этого момента начинается эра развития доказательной медицины, эра клинических исследований и рандомизированных клинических исследований. Я не могу не сказать, поскольку в силу того, что мои родители работали в Первом медицинском и на факультете военно-морской медицины, который какое-то время базировался на Первом медицинском институте на базе, о Николае Васильевиче Лазареве. Надо сказать, что в те годы, когда формировалась фармакологическая школа в Санкт-Петербурге, она была чрезвычайно сильной. И ее отличие было в том, что она была направлена именно на исследование новых препаратов в клинике. То есть это направление экспериментальной терапии. Надо сказать, что Николай Васильевич Лазарев отличался не только своими научными заслугами, которые перечислены на слайде, но и тем, что это был глубоко порядочный человек. И помимо, так сказать, высоких знаний и высокого профессионализма, его еще отличала и забота о молодежи. Он помогал не только с точки научной зрения, но и с практической обустройством жизни молодых ученых. Основные достижения онкологии в 70-х и 2009-х годах, они в основном связаны именно с развитием клинических исследований. Это и рост пятилетней выживаемости, это снижение летальности и заболеваемости. То есть разработкой принципов доказательной медицины и внедрением этих принципов в клиническую практику. Я тоже не могу обойтись без фотографий, без возврата в те годы, когда клинические исследования и принципы доказательной медицины начинались на нашей земле. Вы видите здесь и профессора Винокурова, и Серова, и Михаила Гершановича, и Наталью Иннокентьевну Переводчикову, и наших зарубежных коллег, и возглавляющую отдел международных отношений Марину Михайловну Буслаеву, которая тоже чрезвычайно многое сделала для того, чтобы мы начали сотрудничать на международном уровне. Также следующее поколение, которое приняло участие в продвижении методов доказательной медицины и внедрении принципов ее в клиническую практику, это наши коллеги, которые присутствуют сейчас в этом зале, и Алексей Степанович Борчук, и Георгий Моисеевич Манихас, и Николай Павлович Напалков, и Кайда Павлович Напалков. И внизу представлено одно из первых... Ой, Ханс, прошу прощения, да, уже перебегаю и за 10 минут. И на последнем фотографии показаны те конференции, которые проводились в те годы в институте с участием наших зарубежных авторов, представителей онкологического диспансера и института онкологии. Кроме того, конечно, большой скачок, на мой взгляд, дало развитию клинических исследований в институте онкологии. Это наша дружба с соседней страной Финляндии. Вы видите на верхней фотографии представителей наших коллег из Финляндии, с Михалачем Гершановичем, Мариной Михайловной Буслаевой и Владимиром Федоровичем Семиглазым. Собственно говоря, тогда были заложены основы участия нашего института, института онкологии, я его по-прежнему называю нашим, по скринингу рака молочной железы, по проведению адювантной гормонной химиотерапии и по лечению метастатических форм эндокринной терапии. И внизу это уже наше поколение. Нас пришло с нашего курса 5 человек в институт онкологии. Это участники исследования по сравнению литрозолы с томоксифеном, которое было подвержено инспекции Food and Drug Administration впервые в России. Если возвращаться к истории развития клинических исследований и основ доказательной медицины, то впервые в 85-90-х годах в рамках международного сотрудничества впервые был подготовлен и опубликован первый систематический анализ данных, полученных в контролируемых исследованиях. Этот анализ был проведен в Оксфорде. Публикация эта представлена на слайде. Собственно говоря, родоначальником таких вот клинических обзоров стал Кохран. Это статистик, который работал совместно с клиницистами и который впервые, наблюдая за проведением клинических исследований, страшно удивился тому, что насколько хорошо построены клинические исследования и насколько мала и недоказательна база статистическая. И он предложил метод, когда собираются наиболее доказательные клинические исследования данные, они анализируются с использованием методов статистики. Их данные предоставляются в виде тех Каплан-Мейеровских кривых, которыми мы сейчас до сих пор пользуемся. Следующий этап доказательной медицины – это, собственно говоря, ее формулировка как науки. Это уже 2000-е годы. Концепция доказательной медицины предусматривает постепенное превращение врачебной деятельности из искусства, то есть из наблюдательного эксперимента, в науку. И основные принципы доказательной медицины – это то, что любое решение врача должно быть основано на научных данных, и что значение каждого факта тем существеннее, чем строже методика проведения научного исследования, в ходе которого он был получен. На основе вот такого длительного пути разработки клинических исследований доказательная медицина сформировала уровни доказательности, которые представлены на этом слайде. И вы видите, что мы до сих пор ими пользуемся. Я думаю, что будем пользоваться еще многие годы. Это было чрезвычайно важно, поскольку уровни и типы доказательности результатов клинических исследований позволили в последующем давать конкретные рекомендации для практической медицины, какой метод даст наибольшую эффективность при меньшей токсичности. Ну вот эту таблицу привожу уровней доказательности, что это не догма, она постепенно совершенствуется и будет еще, я думаю, совершенствоваться по мере развития онкологии нашей науки. Тоже таблица всем вам знакомая. Я позволю на ней не останавливаться ввиду недостатка времени уже. Единственное, что хочу сказать, что уровень доказательности, об этом надо помнить, во многом зависит от конечной цели исследования, которая ставится в этом исследовании. И в частности в онкологии с момента развития клинических исследований это был основной показатель общей выживаемости, косвенные показатели, это безрецидивный период, время до прогрессирования, непосредственная эффективность и так далее. Если говорить о том, какие конечные точки выбирались в онкологии по мере развития истории клинических исследований, то в 70-х, середине 80-х годов в основном мы использовали наблюдательные методы и оценивали только частоту объективного ответа. Уже с середины 80-х годов увеличение общей выживаемости стало конечной точкой, либо уменьшение симптомов заболевания, что тоже считалось приемлемым. И только практически с 1990-х годов стало приемлемо использование других суррогатных конечных точек, которые потенциально демонстрировали клиническое улучшение или эффективность. Однако до сегодняшнего дня ведется дискуссия о правомощности использованием последних местопоказателей общей выживаемости. Типы доказательств тоже нам всем хорошо известны, когда мы рассказываем вам о новых препаратах. Это, прежде всего, сравнение двух препаратов, лучше или хуже, вероятность ошибки и критическая оценка. С точки зрения доказательной медицины необходимо обязательно учитывать при этом факторы, которые оказывают влияние на результат или могут оказать. Это и сопутствующая патология и ее лечение, это использование в процессе клинических исследований разных методов оценки, например, компьютера и магнитно-резонансных томографий, это нарушение режима терапии и так далее. Следующий момент, о чем я должна сказать в свете развития перспектив, это то, что адекватное прослеживание в клинических исследованиях и их адекватный статистический анализ чрезвычайно важны. Поэтому, безусловно, когда с точки зрения доказательной медицины необходимо ставить следующие вопросы и, соответственно, пытаться находить ответы на эти вопросы в тех исследованиях, о которых вы будете читать в литературе. Что такое качественное исследование, которое может быть положено как принцип доказательности в доказательной медицине? Это так называемое качественное исследование, рандомизированное, качественно спланированное и качественно выполненное. Что относится к качественной планировке и выполнению? Это четкие критерии включения, одинаковое вмешательство в обеих группах, Это плацебо-контроль, это слепой метод, тот или иной вариант, это адекватная длительность наблюдения за пациентами, включенными в исследование, и клинически значимые критерии эффективности. Практика доказательной медицины в итоге сформулирована в 5А. Я сознательно не переводила с английского на русский язык, но в принципе это вопросы. Опять же, ставьте правильные клинические вопросы, выбирайте лучшие доказательства, оценивайте доказательства, применяйте эти доказательства и оценивайте себя, сможете ли вы оценить эти доказательства. Таким образом, на сегодняшний день доказательная медицина – это система, которая включает все обозначенные здесь варианты, это и метаанализ вершины доказательной медицины, это когортные исследования, это рекомендации, которые даются на основании метаанализа для клинической практики, это данные о проспективных клинических исследованиях и формулировка клинических рекомендаций, и это сравнение эффективности. Вы видите, что эта система подвижная, и она взаимозависимая. Что ждет нас в будущем? На мой взгляд, тоже следует об этом говорить. Современное здравоохранение, оно изменилось. Но прежде всего мы видим, что стремительный рост информационного потока, плюс быстрое развитие информационных технологий – это дает поступление огромного объема информации. И, с другой стороны, это возможность обработки больших баз данных. С другой стороны, то, о чем уже говорила Наталья Иннокентьевна, это стремительный рост стоимости лечения наших пациентов. Прежде всего, это старение населения, это необходимость использования различных тестов для выбора терапии, нередко это дорогостоящие тесты. Это таргетная терапия, которая тоже требует и тестирования, и соответствующих дорогостоящих препаратов. И, наконец, это прогресс методов визуализации, которые тоже сегодня стоят деньги. Да, прогресс очевиден. Но с точки зрения организации здравоохранения, в итоге лишь мы получаем ограниченный успех в лечении отдельных заболеваний. В связи с тем, что, несмотря на такие вклады и такие достижения, не достигнуто существенного успеха в лечении онкологических заболеваний, стали пересматриваться и конечные точки в клинических исследованиях и в доказательной медицине. Вы видите вот эти данные Европейской медицинской ассоциации, что частота объективных ответов, на которые мы раньше ориентировались, все меньше ставится в качестве основной цели исследования. Общая выживаемость тоже растет, но не столь значительно. И выживаемость без прогрессирования бьет пока все рекорды. Что нас ждет в будущем? Вот, по мнению большинства исследователей, направление клинических исследований сегодня будет существенно меняться. И у нас ждет переход от исследований, дизайн, оценка того или иного препарата к реальной клинической практике. Ну, три можно выделить основных направления. Это клинические исследования ранней фазы с целями, которые здесь обозначены. Это основные, так называемые, базисные исследования. И это популяционные исследования, которые, так сказать, играют в последнее время огромную роль для планирования экономики здравоохранения. Вот, и таким образом, четыре основных фактора, которые будут определять развитие клинических исследований в онкологии. Это развитие направлений, обеспечивающих построение новых моделей организации здравоохранения на основе принципов доказательной медицины, эффекта и эффективность. Это длительное наблюдение за пациентами, которые участвуют в клинических исследованиях. Использование лекарственных средств в реальной жизни. Оценка терапевтических технологий и стратегии. Оценка данных, полученных при геномных исследованиях. Оптимизация их клинического использования и получение результатов высокого качества. И, наконец, разработка рекомендаций по оценке мишеней для терапевтических воздействий. Рекомендации на основе данных о молекулярных особенностях различных типов опухолей. Ну и вот Европа движется уже в направлении создания таких совместных платформ для того, чтобы можно было выполнить эти огромные поставленные и ставящие перед исследователями даты. Ну и в частности, вот если говорить о раке молочной железы, то разработана такая программа АОРА, которая будет являться фактически банком информации о многих женщинах, которые страдают метастатическим раком молочной железы для того, чтобы быстро находить мишени, быстро оценивать эффективность того или иного таргетного препарата. Ну и вместо заключения два слайда остались. Это принципы доказательной медицины, на самом деле они очень просты. Это прежде всего здравомыслие. Это критическое отношение к данным клинических исследованиях в условиях резко изменившегося информационного пространства. Это принятие решений на основе доказательной медицины. Это проведение систематического анализа данных до того, как будет вынесено то или иное решение. Это регулирование объемов и качества медицинской помощи на основе доказательной медицины. И я позволю себе привести еще выдержку из журнала British Medical Journal, который говорил еще в 2008 году о том, что клиницист, который в 21 веке не может критически оценить результаты клинических исследований, столь же не квалифицирован, как и тот, кто не умеет измерять артериальное давление или оценивать состояние сердечно-сосудистой системы. И, наконец, мой последний слайд. Я хочу привести стихи нашего коллеги, который работал в Институте онкологии, Марка Пайкина, который дружил с Михаиловичем Гершановичем. Стихи печальные, но светлые. Читать не буду. Спасибо за внимание.